Привет, меня зовут Макс Романов, и сегодня у меня в гостях Александр Чепукайтис, владелец SEO Antim, студии, которая занимается продвижением сайтов и в последнее время большое внимание уделяет продвижению с помощью PBN. И вот с этого-то и начнем. Александр, привет, что такое PBN и в чем преимущество этого способа продвижения? Привет, Макс. PBN – это Private Block Network. Сорян за мой корявый английский, если что. У меня такой же. Perfect English, так сказать. Speak from my heart. PBN – это приватные сетки сайтов, если по-русски. Если еще прямее, то это просто сайты, которые ты сам поднимаешь и проставляешь с них ссылки на самих себя. Все, как в SEOшке все эти долгие года, как, не знаю, как будто бы ты закупаешься ссылки с той же SAP, да, ну, если мы говорим про ру-рынок. Или там покупаешь ссылки в Миролинксе. Но здесь это твои собственные сайты, ты их контролишь. И у этого способа есть ряд преимуществ по сравнению с той же SAP или Мирой или какой-либо другой биржи, теоретически. Ну вот интересно, какие преимущества и есть ли недостатки. Ну, недостатки, наверное, это дороже и несколько более заморочено, чем купить ссылку. Ну, а в чем плюсы? Спонсор этого вебинара — компания «Юзератор», которая является эффективным сервисом продвижения с помощью поведенческих факторов с 2010 года, с помощью использования живых людей, без ботов, для попадания в топ-1 из топ-20 Яндекса и Гугл. Ссылка в описании ролика. Ну вот интересно, какие преимущества и есть ли недостатки. Ну, недостатки, наверное, это дороже и несколько более заморочено, чем купить ссылку. Ну, а в чем плюсы? Слушай, про дороже — это очень интересный вопрос, на самом деле, потому что я, как владелец агентского бизнеса, для себя эту историю переосмыслил. Но про это мы можем поговорить чуточку попозже, когда будем говорить об экономике. А так, в целом, безусловно, основной проблемой является сложность, потому что это все нужно поддерживать, это все в твоих руках, это не где-то еще, ты за всем за этим должен следить. И это реально огромная проблема, потому что это работа. Это просто тупо работа, а работать всегда сложнее. Арендовать ссылку ты пришел, ну, арендовать или купить. Ты пришел, заплатил денег и ушел. И больше ты ни о чем не думаешь. И это огромное преимущество, безусловно. Вот просто огромное преимущество. Но если мы говорим о проблемах, то ты отдал денег и ушел, но через год решил, например, проверить, а что же там происходит с этим сайтом, где ты купил ссылочку. Если ты вот купил вечную ссылочку, намеренно какой-нибудь, то существует вероятность, что этот сайт превратился в ссылка-помойку, так называемую, да? Ну, просто его заспамили исходящим ссылочным, и он как донор стал отвратителен. Просто отвратителен, и ты, соответственно, получаешь от этой ссылки гораздо меньше пользы. Если мы говорим о сапе, то ты за эту ссылку должен, опять же, платить, и, опять же, этот сайт мог за это время стать той же самой ссылкой-помойкой, потому что на каждой страничке разместилось исходящее ссылочное, и ссылки перестали тебе отдавать минимально ссылочного веса. Или сайта уже нет, например. Или сайта, ну, нет, если сайта нет, то на сапе ты не платишь. На сапе, да, если покупал вечную ссылку, если гарантийный период прошел, сайта нет, ну, извините. Ну, да, все, чао, какао, заплатил, до свидоса. А почему сейчас так много говорят про ПБН, ведь еще 10-15 лет назад были сетки, которые назывались сайты-сателлиты. Мои друзья и партнеры – Сорокин клуб. Это закрытый клуб для общения предпринимателей. Безопасное место без хейта и душности. Там можно делиться бизнес-опытом с единомышленниками, найти себе друзей и партнеров. Закрытый контент – важная часть этого клуба, но ребята решили делиться лучшим из закрытого. Они присылают лучшие статьи из приватной части клуба в своем телеграм-боте, бесплатно и без регистрации. По ссылке в описании этого ролика вы получите запись закрытой клубной конференции о SEO. Бизнес на SEO – реально ли войти новичку? Три умудренных жизнью SEO-мастера, успешные бизнесмены, делятся своим богатым денежным опытом. Если вы уже подписаны на бота-клуба, то для получения этого видео просто стартуете бота еще раз. Получайте лучшее из закрытой части Сорокин клуба раз в неделю. Ссылка в описании этого ролика. Стартуйте бота прямо сейчас, контент действительно ценный. А почему сейчас так много говорят про ПБН? Ведь еще 10-15 лет назад были сетки, которые назывались сайты-сателлиты. И тогда для продвижения там основного материнского сайта делали сателлиты. Потом на несколько лет эта тема затухла, а сейчас многие говорят ПБН, ПБН. Почему сейчас снова интерес к этой теме? Да, все то же самое. Сайты-сателлиты, ПБН-ки – это одни и те же… Ну, это одно и то же, по сути. Вообще одно и то же. Я бы сказал о том, что ПБН – это просто модное западное слово. И ПБН-ки на Западе всегда назывались ПБН-ками. А вот. А сайты-сателлиты – это… Сателлиты – это, наверное, больше российское слово, как мне кажется. Да, более точная, отражающая суть, на самом деле, этого сайта. Но ПБН – это модно, молодежно. Вот и вся причина, почему так называется. А почему на взлет пошло? Я бы сказал то, что сейчас очень важным источником трафика является Google. Почему? Потому что из Google ушел контекст. И при этом количество пользователей не уменьшилось. А в Яндексе, я напомню, там 4 спецразмещения, плюс колдунчики, плюс еще что-то. И в результате этого вдруг на ряде сайтов, в которых были классные позиции в Google, трафик вырос максимально значительно. А для Google ссылочная – один из основных факторов подвижения. И если раньше, условно, все подзабивали на Google, так как в коммерческой теме, именно в коммерческой теме, все-таки всегда правил баллом Яндекс, то сейчас Google по многим коммерческим историям стал давать трафика больше, чем может давать Яндекс, когда ты там сидишь в топ-1. То есть в Google ты сидишь в топ-5 и получаешь трафика столько же, сколько ты в топ-1 в Яндексе сидишь. Ну, вот и все. Тогда технический вопрос. Откуда ставить ссылку на продвигаемый сайт? Главная страница, внутренний, хедер, футер, сайдбар, сквозняки, работают, не работают, сквозные ссылки на всех страницах. Слушай, ну, сквозняки работают, безусловно. Это хорошая, мощная анкорная тема. Многие действительно используют PBN-ки как только ссылка с морда сайта. Но вот тут вот это уже может быть вопрос к переходу про экономику. Но я придерживаюсь идеологии того, что создавать PBN-ку ради одной пускай жирной ссылки с морда не очень экономически выгодно. PBN-ка это в целом дорого. Ну, как ни крути, реально дорого. Поэтому, когда ты поднимаешь PBN-ку ради одной ссылки, ну, это такое. И тут я, такое для меня, я сейчас объясню почему. То есть, у кого-то может быть абсолютно другое мировоззрение, я объясню свою философию. Когда мы говорим о дорогой ссылке, о дорогой PBN-ке, как таковой, давайте вспомним доступные нам источники в RU-сегменте, привычные Miralinks, Save, GoGetLinks, ну и так далее. И когда мы покупаем на этих сайтах ссылку, мы покупаем ссылку с внутренней страницы. И получается о том, что большинство SEO-шников, когда идут за покупными ссылками, готовы покупать ссылки с внутренних страниц, а не с морда сайта. Правильно? Да. А в сайте можно же с морды вроде купить ссылку, да? Можно, 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 конечно, в сайте с морды купить. Вот. Соответственно, ну, большинство, большинство покупает со внутренних страниц. Мы говорим о большинстве. И вот большинство покупает со внутренних страниц. И в чем отличие PBN-ке, которую ты поднял от Миры, если ты сделал ссылку не с морды, а с внутренней страницы? Тогда получается ни в чем, но с другой стороны, у тебя нет никакого трэшового соседства с другими ссылками на странные тематики. Абсолютно верно. Более того, кто тебе сказал о том, что ты можешь с сайта проставить только, ну, не тебе, конечно, а кто вообще сказал о том, что с сайта можно проставить с PBN-ке только одну ссылку? И вот сейчас вот мы переходим к экономической модели. На сегодняшний день, когда я последний раз анализировал доноров Мира Линкса, получалось о том, что качественную ссылку можно купить примерно за 3-5 тысяч рублей, чтобы она была более-менее качественная. Это было в 2022 году, когда я последний раз заходил и анализировал доноров. Получается о том, что если ты хочешь купить, например, 5-10 ссылок с Мира Линкса, то ты должен потратить 30-50 тысяч рублей, правильно? Да, немало. Что тебе мешает, не знаю, там, например, поднять 5-7 дроп-доменов, что тебе выйдет по деньгам? Ту же самую сумму, проставить с них такое же количество ссылок и за те же деньги получить контролируемое качество. И самое главное здесь – это контролируемое качество, где твои деньги не обесцениться, которые ты вложил. Безусловно, тебе придется их поддерживать. То есть тебе придется платить за продление регистратора, платить за постинг. То есть у тебя накапливается некая сумма, я не знаю, в зависимости от того типа, как ты выбираешь, там, 250-200 рублей за домен, если мы говорим о РУ-зоне, у кого-то 150 есть тарифы, конечно, но средняя цена сейчас 180-200 рублей, за сколько ты можешь купить доменчик в РУ-зоне. Плюс хостинг. Ну, сколько хостинг там выходит в год? Ну, допустим, на один сайт, если поделить… Ну, 100-200 рублей в год, да. То есть за 300 рублей в год ты получаешь условные 10 хороших ссылок контролируемого качества. По-моему, ответ очевиден. А раньше я просто жил в парадигме того, что мне внушили, я буду говорить откровенно, а мне внушили, что PBN-ки – это дорого. И когда ты занимаешься ссылочным продвижением, иди на миру, купи и не парься. На самом деле, когда ты переходишь вот к такой вот математике, ты понимаешь о том, что PBN – это адекватно. Но есть другая проблема – то, что это сложнее. Гораздо проще пойти в киноденег, в САПу, в миру, получить ссылочки и уйти. Тут же вопрос не только в деньгах, которые ты потратишь непосредственно, а сколько еще времени ты потратишь? Где ты возьмешь контент? Кто это все будет поддерживать? Конечно, конечно. Это все огромные проблемы, которые нужно с PBN-ками решать. Но у меня агентство, у меня агентство, и у меня много клиентов. И как я думал, то, что вообще многим моим клиентам нужны PBN-ки как таковые. Поэтому я начал все это делать, во всем этом разбираться и погружаться в экономику. Слушай, можно ведь поставить на нескольких клиентов ссылки с одной PBN-ки. Но тут возникает вопрос, а насколько важна тематичность? Тематичность сейчас решает, имеет высокое значение или нет? Это очень хороший вопрос. И у нас есть небольшая своя сетка PBN-ок, которую мы не продаем никому, кроме клиентов. Это я могу просто сразу же сказать, потому что иногда прилетают такие запросы. Но чтобы купить с нее ссылку, нужно быть именно клиентом по обычной SEO-шке. Мы ставим с разных тематик. Но мы обязательно делаем статью тематичной. И давай я объясню. У нас есть на одну PBN-ку лимит количества исходящего ссылочного, чтобы не становиться ссылкой-помойкой. Но это сразу же, чтобы было понимание. И у нас есть, как это правильно назвать? У нас есть количество публикуемых материалов на количество исходящих ссылок. То есть существуют же разные схемы. То есть у нас не с каждого материала PBN-ки идет ссылка на money-сайт. То есть через одну статью или через две обычно ставят, да, неподряд. Ну, у нас даже больше. Потому что мы считаем, у нас стандартная схема – это 5-1. То есть пять статей без ссылок, одна статья с ссылкой. И тут, знаешь, давай вернемся еще к одному интересному моменту. Вот мы с тобой говорили про ссылки с морд, с каких страниц нужно ставить ссылки. И это самое интересное. Встает вопрос, как найти PBN-ки в Рунете? В большинстве своем для того, чтобы вообще вычислить PBN-ки, достаточно взять список всех сайтов Рунета, пропарсить на исходящее ссылочное с морды и у тебя есть список всех ребят, которые поднимают PBN-ы в Рунете. И может показаться, что это технически сложно, но если у тебя есть мощный сервак, есть лицензия апарсера какого-нибудь, ну и не обязательно апарсера, это вообще не составляет сложности. И поэтому вот как раз вот я к чему это говорил? Я говорил к схеме 5.1. Вообще один исходящий донор вызывает подозрения. Ну, на мой взгляд, и не для поисковой системы. Я буду откровенен, потому что не так страшна здесь поисковая система, как страшен конкурент, скорее. Поэтому, когда мы говорим 5.1, это не значит о том, что у нас ссылка идет на MoneySite вот с этой вот одной статьи. Это значит, что в ПИТИ у нас есть исходящее ссылочное на трастовые ресурсы тематики. Ну, от Википедии до каких-то порталов отраслевых, да? Да, да, абсолютно верно. Благодаря этому мы усложняем поиск тем, кто хочет найти PBN-ки. Это как раз вот если уходить в сторону футпринтов. Просто это один из явных футпринтов PBN. Про футпринты я еще хотел говорить. Слушай, а вы ставите ссылки из статей непосредственно? Анкорные, безанкорные или по ситуации? Мы ставим только анкорку. Почему? Потому что без анкорки можно добыть дешево. А вот когда ты потратил деньги на PBN-ку, тебе нужен анкор. Если говорить о сливом расходовании денег, то правильно, мое личное мнение, существует огромное количество разных оптимизаторов, мое личное мнение и мнение нашей команды, что с PBN-ок ставится только анкорная ссылочная. Ну да, безанкорку приобретаете где-то в других местах, возможно, как раз-таки через биржи. Да, да, да. Ее можно купить дешево. Зачем? Зачем тратить столько денег на безанкорку? А ссылки в футере или ссылки в сайтбаре – это рабочая тема или нет смысла, когда у тебя свои PBN? Это рабочая абсолютно тема, но я предпочитаю не футер, а сайтбар, если говорить лично обо мне. Это может быть предубеждение, но я считаю, что современные поисковые системы умеют определять такие блоки, как мейн-контент, футер, хедер. В том числе, на самом деле, они умеют определять и сайтбар. И расчет передачи внутренних ссылочных весов внутри сайта, но также и внешних ссылочных весов из этих блоков идет немножко по-другому. Опять же, это личное мое мнение. Я не претендую на истину во всех инстанциях, но по моим наблюдениям это так. Поэтому футер нет, хедер нет, сайтбар да, можно. Ты уже затронул тему футпринтов. Как не спалить свою сетку PBN? Что нужно делать, чтобы нельзя было вычислить твою сетку по футпринтам? И у тебя на YouTube-канале, а в описании этого ролика будет ссылка на канал Александра и его агентства, был ролик про хостинги. Вот давай хостинги тоже возьмем как часть футпринтов. Как работать с футпринтами и хостингами? Давай разобьем футпринты сразу же на два типа футпринтов. Это очень важно. Мы сейчас говорим про футпринты для поисковой системы, того, что поисковая система поймет, что сайты аффилированы с нашим и перестанет учитывать ссылочные. Или мы говорим про футпринты, что нас могут найти конкуренты, потому что на самом деле это две разных задачи. Ну и то, и другое представляет потенциальную опасность, это по идее. Да, но, например, если ты работаешь в тематике Галоша, какая вероятность того, что там найдутся средства и ресурсы на то, чтобы искать твою PBN-ку, чем если ты работаешь в тематике беттинга или гемблы, или эсэйки, либо еще более непонятных тематик. Ну, тематики. Самые любимые тематики затронул, да. Да, да, да. Самые интересные. Да, самые интересные, где я как бы, найдя конкурента, милое дело, как бы все его усилия, ну, понятно. Ну, утопил конкурента, значит, поднял свой сайт. Да, да, да. Это две разных ниши. Ну, вот, если говорить кратко, и мы говорим про низкоконкурентные ниши, то с большинством футпринтов там вообще не стоит заморачиваться. Вообще. Потому что поисковая система тебя может определить, каким образом она может определить по вхуе с контактным данным, по IP-адресам того, что это все расположено на одном и том же серваке, да. Существуют параллогики, которые считают о том, что нельзя хранить адреса в своей сетке там в Google документах заходить через Chrome и так далее. Но просто я вот можно сразу поговорю об этих параллогиках? Да, конечно. Давай вот просто представим с тобой о том, что мы Google, у нас есть Google таблицы, и какое количество людей хранит в Google таблицах сайты, расположенные рядом. И, допустим, рядом с ними какие-то непонятные циферки, логины или что-то такое. Но если во всем мире, то, возможно, миллионы. Вряд ли десятки миллионов. Хотя, может, и десятки. Я думаю, десятки миллионов. Если ты обратился за аудитом в любое SEO-шное агентство или сам захотел сделать аудит своего сайта, ты закинул адрес своего сайта, какой-нибудь там KSO, Ahrefs, еще что-то, он выдал тебе список конкурентов, ты их сохранил, сохранил в Google табличке, чтобы дальше с этим поработать. И того списка сайтов, где URL-ы находятся рядом с друг другом, огромное количество. И получается то, что Google должен потратить огромное количество ресурсов, чтобы найти 0,001% тех, кто делает PBN. Более того, кроме того, что он должен потратить огромное количество ресурсов, а ресурсы – это бабло, которое можно влить во что-то более важное, он должен что сделать? Он должен убедиться о том, что это реально ссылки на PBN, а не нормальный белый сайт. То есть, это отдельные алгоритмы ранжирования этих документов. И в-третьих, самый главный вопрос, он должен забить на свою лицензию, а я напомню, о том, что если ты у своего документа не установил доступен всем, то этот документ не может никуда уходить во внешний индекс, и никто не может пользоваться, данными из этого ДОКа. То есть, он нарушает свое лицензионное соглашение, получается. Ну, мне кажется, это многие ярдные штрафы и санкции. Разве нет? Ну, не в России, но в мире-то да, где более серьезно к этому относятся. И я думаю, самое важное из того, что ты сказал, на мой взгляд, это то, что, ну вот, например, у меня есть один Google Doc с моим всем списком PBN-ок, да, и еще 28 Google Doc'ов, в которых я храню выгрузки какие-то, да, из KSO еще откуда-то. И как понять, какой из этих доков является моим списком PBN-ок? Конечно, конечно, конечно. Поэтому вот такие вот вещи мифические я не рассматриваю. Итак, возвращаемся. Как Google может понять? В один, значит, IP-шник, что я еще сказал? В Хуизе. В Хуизе, да, это обязательно Private Person. Я замечу, например, для ручки, если вы регистрируете все на юрлицо, то Private Person для вас не работает и можно спалить всю сетку. Например, зайдите и посмотрите, какие домены принадлежат банке.ру. Просто и вы сразу увидите всю сетку PBN-ок банке.ру. Ну, не очень хорошая сетка, кстати. Ребят, надо получше поработать. Что дальше? Search Console, аккаунты для Google Index and Copy. Почему аккаунты для Google Index and Copy? Потому что это очень важно индексировать твои PBN-ки, индексировать свои ссылки. Ну, это же все делилось ради ссылок. Слушай, и вот прямо сейчас без чек-листа, конечно, мне сложно. Поэтому, ребят, все подробно, правда, в видео, потому что мы в живом лайв-формате и могу что-то забыть. надеюсь на понимание. И на самом деле это почти что все. И если ты работаешь не в конкурентной тематике, этого достаточно. Но вот если ты работаешь в беттинге, гэмбле, адалте, ну, и впрочем, 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 то там все сильно интереснее и твой основной враг это не поисковые системы, это конкуренты, которые мониторят все и вся. И вот тут ты должен прятаться гораздо основательнее. Что значит гораздо основательнее? Например, я только что в самом начале сказал о том, как можно спалить все пибенки в рум, знаете, поисходящей ссылке с морды. Кто-то скажет, это недостаточный футпринт. Согласен. Но благодаря этому футпринту я просто взял, собрал всю зону ру и с высокой долей вероятности нашел довольно много. А дальше я применил какие-то дополнительные алгоритмы. Например, отдельно популярен WordPress. Да? Соответственно, я выделяю с исходящими ссылками с морды все сайты на WordPress. У меня выборка сократилась максимально. Дальше, что я сделаю? Ну, вот у архива я на самом деле не помню, есть какие-то сейчас явные футпринты или нет, но теоретически можно поискать. Еще мы знаем исходящее ссылочное и по исходящему ссылочному мы можем понять, кто наш конкурент. У нас же есть список наших конкурентов или понимание по тематике. Все, пожалуйста, мы все это пошли, отправили репорт в Google и вполне вероятно эти сайты забанили. Легко, просто, быстро. Соответственно, что мы понимаем? Такие явные вещи, как ссылка с морда, палят нашу PBN. Вот сразу, вот для таких вот ребят, кто хочет конкретно нас найти. Одна единственная исходящая ссылка вообще с домена палит нашу PBN. Дальше. Дальше опишем алгоритм поиска чуть сложнее. Для PBN-ок нужно много хостингов, но это экономически нецелесообразно. Почему экономически нецелесообразно? Потому что хостинг на год стоит где-то примерно самый дешевый, я не знаю, допустим, тысячу рублей. Ну вот просто представим, тысячу рублей на год он стоит. Нужно зарегистрировать этот хостинг, зайти в него, поднять PBN-ку, потом заходить туда чего-то обновлять, оплачивать снова этот счет, куча аккаунтов, ты забываешь пароли, забываешь продлить, очень сложно. PBN-ки падают, исчезают, твои деньги потрачены впустую. Поэтому что ты делаешь? Ты идешь, покупаешь какой-то хостинг чуть подороже и на один хостинг фигачишь 10 PBN-ок. На них висит один айпишник и ты такой, если ты достаточно сообразительный парень, то ты зашел на какой-нибудь сервис и посмотрел на самые популярные хостинги Рунета, разместился там на так называемом шарет-хостинге и рядом с тобой находится еще 100, 200, 300, 400 сайтов на этом же айпишнике и тогда это довольно беспалево. Но в большинстве гайдов написано о том, что не используйте шарет-хостинге, используйте VPS-ки, VDS-ки, у VPS-ки, VDS-ки отдельный айпишник и у тебя начинают твои 10 сайтов висеть на твоем одном отдельном айпишнике и это уже палево. А еще они и падают в одно время все. Еще они и падают в одно время все, все верно. Но в том случае бы тоже все упало в одно время все, но тут на одном айпишнике... Но с другими сотнями сайтов, там же, если шарит хостинг, там много заказчиков, много сайтов, и ты теряешься среди них. Да, да, все абсолютно верно. Поэтому что делают ребята? Они идут в такие сервисы, как CloudFare. CloudFare, я напоминаю, прячут айпишники, и никто не видит, на каком айпишнике ты хостишь, и прячут свои сайты за CloudFare. К чему я все это описывал? Мы хотим найти конкурентов. Я беру и паршу все NS-сервера всех сайтов Runet. Выделяю все NS-ки CloudFare, и у меня остается, мы можем зайти на стайл онлайн.ру, там, по-моему, порядка я могу соврать, на самом деле, но, допустим, 700 тысяч доменов в Runet стоит за CloudFare. И вот у меня из всего огромного количества рушных доменов осталось всего 700 тысяч. Теперь у меня есть два других параметра. Исходящая ссылка с морды и WordPress. Для того, чтобы усложнить работу, я все паршу просто на WordPress, нахожу все WordPress-ные сайты, дальше чекаю исходящая ссылочка, если сайт стоит только одна исходящая ссылка или на один и тот же домен, что это? Это сетка. Ну, написать подобный скрипт на Python не составит почти никакого труда. Дальше я смотрю, на кого они ссылаются, и что получается? Я беру этот файлик, иду, пишу, отправляю его в Google. Забанят их, точно не могу сказать, но я нашел сетку конкурентов. Легко, легко. Получается, что для того, чтобы спрятаться от именно, от прошаренных, на самом деле, почти что невозможно технически спрятаться от прошаренных ребят, которые могут тебя нормально пропарсить. И единственный реальный способ спрятать пебенку так, чтобы тебя ну, не в жизни не нашли, а очень сильно нужно было постараться, это клачить. Что значит клачить? Это значит, ты должен отдавать другую версию страницы для Google бота. Те, кто тебя парсят, наверняка и так представились Google ботом, потому что понимают, что для клааки, ну, клаака это один из стандартных способов прятаться, и если они уверены в твоем профессионализме, то они подозревают, что там есть клаака. Кстати, клаака это сложно, мы ее применяем на малом количестве проектов. И, соответственно, твоя задача настроить еще реверс DNS. Реверс DNS это технология, которая помогает тебе определить о том, что запрос идет именно от бота Google, а не с какого-то левого IP-шника. И в этом случае, если по реверс DNS это все не проходит, то тогда ты показываешь одну версию страницы, а если по реверс DNS проходишь, ты показываешь вторую версию страницы. И вот это самый сложный технический способ спрятать свое ссылочное. И самый безопасный, но очень дорогой и очень сложный. И стоит ли так заморачиваться, если вы продаете, например, галоши, как ты сказал в примере? Вообще не стоит, потому что ты потратишь просто прорву тени, прорву. Оно нафиг не надо. Сколько хостингов должно быть? И можно ли на одном шаре хостинга держать все сайты, или лучше все-таки разных регистраторов, разные хостинги? И, кстати, да, регистраторы доменов какие нужны? Смотри, это очень хороший вопрос, на самом деле, который довольно сложно соблюдать. Лично я придерживаюсь стратегии размещать не больше 10 сайтов одной сетки на одном хостинге. Почему так? Потому что если мы говорим об эффективности PBN, то сетки меньше 30 сайтов это вообще ничто. Ну, то есть нужно понимать о том, что если вы вообще решили заняться PBN-ками, собираетесь построить 10 PBN-ок, не стройте. Стройте от 30. Это, на мой взгляд, минималка, и условно, если один хостинг упадет, то остальные 20 будут живы. Это лично мое, опять же, мнение. Кто-то использует еще более безопасные стратегии, 5 сайтов, а кто-то, наоборот, плюет 10-20 сайтов и так далее. Все равно же все спрячем за CloudFair, условно, и никто не будет видеть IP. Я считаю, что 10 сайтов на одном хостинге, хостинги разные, нужно еще контролировать, чтобы они были в разных дата-центрах, потому что мы все можем помнить ту историю, когда случился пожар несколько лет назад, не помню, сколько, в одном из дата-центров Москвы легла половина Рунета. Так, а регистраторы доменных имен? Нужен обязательно private person, как я говорил, чтобы тебя было не спалить, потому что для организации это не работает, если вы регите все на организацию, поэтому лучше, если вы регите все это на физлицо, безусловно, для безопасности сетки, лучше, чтобы это были разные регистраторы. Но тут есть некоторые хенты, например, и сейчас я, кстати, буду говорить про аукционы и expired, потому что я исторически так сложил, что я пользуюсь expired, а не backorder, ну просто исторически, ничего backorder не имею, ни плохого, ни хорошего, не могу сказать, у меня исторически так сложилось, expired это аукцион доменов и он по апе работает с кучей других аукционов, я не помню, сколько у них подключено по апе других аукционов, поэтому не буду даже говорить, и в случае, если этот домен, на который ты сделал ставку, выкупает не expired, а выкупает другой аукцион, то у тебя остается висеть, как регистратор, тот аукцион, где expired выкупил домен, и ты просто через expired его пополняешь, поэтому довольно безопасно пользоваться вот такими вот агрегаторами, как expired и как я предполагаю backorder.ru, потому что у backorder, я думал им воспользоваться, кстати, но почему backorder я так и не воспользовался, все очень просто, у expired четко сказано, какому количеству регистраторов по апе они подключены, у backorder нет такой информации, это единственная причина, почему я начал работать с expired, потому что когда я владею каким-то объемом информации, мне кажется так надежным, разные регистраторы у тебя оказываются на expired, и это относительно безопасно, но даже несмотря на это, все равно по регистратору очень сильно палится, потому что expired выкупает довольно много и нужно все это разносить, нужно, это сложно, геморно, вы можете делать вы можете покупать в одном месте, а потом все переносить, если вас еще будут проверять там, ну, всю историю изменения регистраторов можно просмотреть точно так же, как можно просмотреть всю историю изменения NS, но это уже какой-то запредельный уровень поиска конкурентов, я лично пока что в своей жизни с таким не сталкивался. Используешь ли ты новореги? Ты говоришь про перехват доменов, про expired mends, а новореги? Нет, смотри, ради чего мы покупаем домены и строим pbn-сетки? Чтобы получить результат. Чтобы получить результат и ради ссылочного. Какое ссылочное у новорега? Пока никакого, да, его нужно еще создавать. Его нужно создавать. Я не спорю, наверняка есть ребята, которые умеют получать результат новорега. Но я агентство, я должен давать своим клиентам стабильный, гарантированный результат. Даст ли стабильный, гарантированный результат проверенный дроп с нормальным ссылочным? С высокой вероятностью. Не стопроцентный, но скорее всего. Скорее всего. Даст ли такой же гарантированный результат новорега? Но опять же, на первых парах скорее всего нет. Ты должен на него навалить ссылочного, да? Ну, то есть, проделать дополнительную работу. То есть, взять с клиента еще деньги. И ты не можешь гарантировать результат. То есть, если брать две вероятности новорега и пибиенки на домене с историей, на домене с историей вот просто возьмет и вот так вот все перевезет и вот там вот где-то новорега. Соответственно, могу ли я так экспериментировать не со своими, с чужими деньгами? Понятно. Не можешь. Тогда следующий вопрос. Какие должны быть показатели у дроп-домена, чтобы он тебя заинтересовал? Очень хороший вопрос. Мы, когда покупаем дроп, мы покупаем ссылочную, правильно? у дропа должно быть хорошее входящее ссылочное по адекватной цене. Могу ли я купить, ну, и вот этот вопрос про аукционные дропы или дропы на парсинге. И вот, например, если мы находим дроп какой-то на парсинге и с него стоит одна жирнющая ссылка и мы этот дроп можем купить за 250 рублей, ну, то есть, у него стоит одна жирнющая ссылка и еще какое-то количество, ну, таких себе ссылок. Можем ли мы себе позволить купить этот дроп за 250 рублей или мы должны искать дроп, на котором будет куча ссылочного? Как ты считаешь? Ну, за 250, если там есть жирная ссылка на него с условной Википедией, то можно взять, наверное. Ну, с Википедией это вообще, это даже не жирная ссылка, будем считать. Таких дропов сейчас на каждом шагу, но ты абсолютно прав. Его можно взять, единственное, то, что на этом дропе я бы не стал поднимать PBN-ку, я бы нашел бы таких дропов с десяток, там, с двадцатку, да, их бы между собой склеил и на одном уже поднял PBN-ку. И тогда бы получилось о том, что у меня есть 10, там, 20 жирных ссылок за 2,5-3 тысячи рублей, ну, условно, да, в год, но реально супер жирных и получается такая хорошая жирная PBN-ка. Вот, поэтому нужно смотреть на входящее ссылочное и для себя выставить определенную стоимость. Ну, вот просто простой пример. Например, мы анализируем домен и на него ссылаются домены, ну, допустим, с DR-кой от 0 до 10, да, это такие синтетические, понятно, показатели. DR от 0 до 10, моя внутренняя стоимость 0 рублей. DR от 10 до 20, моя внутренняя стоимость одной такой входящей ссылки, допустим, 100 рублей, и таких ссылок 10, значит, этот домен может стоить 1000 рублей. Дальше смотрим, есть ли на нем ссылки с DR-ом там от 20 до 30, есть 5, от 20 до 30, моя внутренняя стоимость 500 рублей, соответственно, 2500 плюс 1000, которые мы уже посчитали, значит, стоимость этого домена там 3500 рублей. Ну, и вот так вот продолжаем. И таким образом мы, понимая стоимость и качество ссылочного условно, можем понимать, нормальный он или ненормальный. То есть, все должно быть каким-то образом хотя бы оценено в деньгах, примерно вот так. Ты именно DR-ом оперируешь обычно, там еще есть Majestic, еще какие-то показатели помимо DR-а. DR-а, это у Ahrefs. Да, DR-а, это у Ahrefs. На самом деле технических пузоомерок очень много и даже на сегодняшний день существует мнение, что у SimRussia наиболее полная база. Смотри, мы этот процесс несколько автоматизируем и на сегодняшний день мы тащим данные из Ahrefs, потому что у нас так исторически сложилось. Но я постоянно думаю о том, что нужно добавить SimRush и так далее. И если у нас, когда мы наконец-то, у нас есть на самом деле сервис небольшой, сори за рекламу, dbpbn.ru, который мы пилили как свой внутренний инструмент и просто выложили. Он сейчас бесплатный абсолютно, потому что мы никак не можем прикрутить оплату, мы не программисты, руки не доходят. И в этом сервисе мы как раз анализируем акционные домены, которые скоро дропнутся и тащим данные из Ahrefs. И если мы допилим этот сервис до оплаты, начнем брать за него деньги, то мы туда, конечно же, впилим еще и другие сервисы, потому что это начнет приносить какой-то внешний дополнительный источник финансирования и появятся деньги на другие сервисы. Пока что только Ahrefs. Но можно точно так же использовать любую другую пескомерку, извиняюсь за выражение, которая вам нравится и которую вы считаете честной, актуальной. Пользуйтесь, пока сервис бесплатный, а то потом станет платным. Такая реклама бесплатного ресурса. У нас есть огромный регламент и в рамках этого регламента там прописано как раз как мы чекаем доноров, прежде чем его отобрать. И там мы чекаем безусловно анкорное, мы чекаем входящие ссылочные, у него если очень много всякого шлака типа дырки от нуля до десяти и очень мало чего-то адекватного, там необходима дополнительная проверка, ну и так далее. Поэтому у меня есть сотрудники с более чем достаточной квалификацией, чтобы такого дерьма не допускать, если что. Ну понятно, когда ты становишься руководителем агентства, тебе уже нужно решать более глобальные вопросы, а не смотреть на какие-то отдельные домены. И в принципе к таким же выводам мы пришли на канале Сорокин клуба, я еще там периодически беру интервью, брали интервью у Дмитрия Шахова, организатора Baltic Digital Days, и Дмитрий тоже сказал, что сейчас он уже занимается исключительно административной работой. Так у Димы отличный курс для SEOшников, я тебе честно скажу, я в 2000, блин, я могу соврать, но допустим в 10 или 11 году проходил, ну нет, у него попозже появился курс, господи, ну в каком-то бородатом году. В одном из первых, да, в одном из первых потоков. Да, 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 и это был нормальный курс, там, я не скажу, что он идеальный, идеальных курсов вообще нету по SEOшке, есть хорошие курсы и адекватные, но вот Димин курс был адекватный, там давалась такая база, которую, ну даже если он сейчас административит, то она ничего не выветрит. Я тоже административный работник, но поверь, когда я там общаюсь со многими нашими медлами, я могу их просто уделать, как деток, ну реально, потому что ну опыт не пропьешь столько лет. Да, кстати, о пропивании опыта, о пропитии, и пропивании, раз уж мы затронули Baltic Digital Days, нужно ли ездить на конференции вообще и на БДД в частности? Я туда поеду в этом году, ты поедешь? Слушай, на БДД, это будет первый раз, когда я с высокой долей вероятности пропущу БДД за последние, с 2019 года, вот сами считайте, сколько лет, я с 2019 года езжу каждый год на БДД и БДД в сердечке, просто в сердечке, честно, без обид сейчас ко всем организаторам конференции, лучшая конфа по СЕОшке, просто лучшая, и лучшая там не из-за докладов, не из-за чего-то, а лучшая просто из-за комьюнити, черт побери, потому что ты туда приезжаешь и просто окунаешься в мир людей, которые тебе близки, причем близки на разных уровнях знаний, если ты приехал туда джуном, ты найдешь таких же чуваков, как ты, и вместе вам будет интересно, если ты приехал туда медлом, ты найдешь медлов на сеньоров, руководителей агентств, кого угодно, там огромные кружки по интересам, а самое классное, что эти кружки еще вот так вот между собой пересекаются, и условный руководитель агентства спокойно разговаривает с джуном и что-то для себя выносит, джун выносит что-то для себя, и это получается такой чертов котел нетворкинга, в котором ужасные интроверты, сеошники, которые ненавидят общаться с людьми, становятся экстравертами, черт побери, реально становятся экстравертами, поэтому БДД к посещению прям обязательно, а вот конференции в целом нужно ли ходить на доклады или нужно общаться между докладами и вместо докладов с товарищами? Смотри, я реально считаю о том, что на многие доклады нужно ходить, нужно просто смотреть внимательно на тему и на тезисы, потому что на любой конфе найдется чувак, который очень основательно готовится к докладу и которого будет сложно, будет очень интересно послушать, например, на последней, вот я был на последней конфе, это была как раз от БДД, и там был доклад Андрея Джалабдарова, который мне было прям вот, я сколько лет в сеошке, а мне было прям по кайфу посидеть и послушать, и я кайфанул, причем Андрей его сделал немножко сложным, и я видел о том, что там куча людей, он не заходит, а я реально считаю о том, что это лучший доклад той БДД, и он там сделал просто космос, поэтому нужно смотреть на темы, нужно смотреть на тезисы, на некоторые ходить, но общение вообще обязательно, если вы на конфе не пообщались, вы зря приехали, потому что с любой конфы можно вытащить кучу полезной информации именно из общения и кулуара, и даже не то, что информации, давай я скажу вот о БДД, как не только о конфе для общения общественного, ну, я думаю, ты знаешь, это затратная история, там, почему, потому что слетать на БДД, там, если покупать заранее, это десятка, только билет на конфу, дальше нужно там арендовать жилье, ну, перелет в Калининград тоже не самый дешевый, плюс, да, аренда жилья, да, ну, допустим, это ты в Москве, в Москве там есть какие-то билеты за восьмерку, плюс десятка билет, восемнадцатый заранее купил, плюс несколько дней жилья, допустим, ты нашел достаточно дешевое жилье, пятерка, это двадцать три, плюс поесть, попить туда-сюда два-три дня, это минимум десять по чип-прайсу, итого минимум просто тридцать три, а на самом деле фактически пятьдесят скорее, минимум пятьдесят, не меньше полтоса, просто не меньше полтоса, ты должен потратить на то, чтобы туда съездить, соответственно, отсюда можно сделать простые выводы, на самом деле, кто летит на БДД, те, у кого и деньги. Достаточно обеспеченные люди, соответственно, они зарабатывают, соответственно, они что-то знают о том, чем занимаются. Да, и самое главное, этим людям еще можно и продать, если ты делаешь классные услуги. И давай скажем так, еще ни одна поездка на БДД для меня в том или ином формате не была такой, чтобы она не окупилась. Либо я нанимал сотрудников после поездки туда, либо я привозил оттуда договора, либо еще что-то. Короче, я всегда зарабатываю на БДД деньги, вот всегда, всегда. Невероятная конференция, невероятно. Люблю ее. А также чистый калининградский воздух, припати на море и вообще весело. Ладно, завершаем рекламу БДД, за которую нам, к тому же, никто не заплатил. Это чисто из уважения и любви к Дмитрию и его конференции. Давай вернемся к ПБНкам. Вы себе под свои проекты что-то делаете? Есть ли у вас проекты какие-нибудь арбитражные по переливу трафика? Или у вас только агентская работа, только на заказчиков работаете? Слушай, у нас есть несколько своих проектов и мы сейчас очень активно работаем. Ну, давайте скажем так, когда мы начали работать с ПБНками, это открыло некий портал к страждущим, которым нужна оказалась и SEO-шка, и ПБНки, поэтому мы сейчас работаем в некоторых интересных тематиках очень активно, не так многие привыкли работать вообще в SEO-шке. Для проектов агентства у нас есть ПБНки, но их не сильно много. И вообще, на самом деле, клиентское SEO и клиенты, которым нужны ПБНки, это оказались два разных рынка. То есть, у нас какое-то большинство клиентов на стандартной SEO-шке ПБНки не нужны и не продать, потому что для ПБНок нужны люди, которые понимают зачем и для чего. И открытие отдела ПБН привело к нам кучу именно SEO-специалистов, которым нужны конкретно ПБНки, сделанные на определенном уровне. Поэтому продажи внутри агентства ПБНок составляют не больше 10-15% от общих продаж ПБНок вообще у нас. Примерно вот так. А чем еще занимаетесь кроме ПБН? SEO, контекстная реклама, таргетированная реклама, SMM? Только SEO-шка. Только SEO-шка, только хардкор. Хорошо. Важно ли совпадение языков на сайте доноре, на дропе, который вы перехватили и на сайте, который вы продвигаете? Мы долгое время сидели только в cctld там ru и там в gtld типа комов, ну и тех в кантри-кодах, которые нужны нашим клиентам. И это достаточно конкурентной тематики. А потом мы решили посмотреть на специфические cctld и там мы нашли такие кладези госсайты никому не нужные. Просто с огромным количеством ссылочного и всякого разного. Поэтому сейчас мы очень активно работаем с другими языками. как и что особо рассказывать не могу не хочу потому что мы это начали делать относительно недавно и ну я могу что-то сказануть а это неправда будет или у кого-то это не сработает. Я скажу так мы работаем у нас получается и это очень интересный опыт потому как найти крутые домены на выжженных рынках примерно вот так для выжженных рынков абсолютно где будут давать результат. Вы восстанавливаете из веб-архива старые сайты или просто забираете домены и делаете полностью новый сайт с новым контентом совсем с нуля? С нуля. Никаких веб-архивов ничего. Во-первых потому что нам как-то прилетел страйк когда мы работали в ружке и не хочется со всем этим возиться вот от права обладателя и ну не хочется с юристами и так далее связываться. Есть печальные истории когда связывались ну не печальные но просто потеря денег там у моих клиентов когда они там размещали не те фоточки и всякое такое когда есть open eye когда есть mid journey и ты умеешь автоматизировать и настраивать процессы поднятие своего сайта становится настолько не сильно удорожающим фактором что проще отказаться от веб-архивов и так далее просто качество сразу становится лучше плюс никаких битых ссылок изображений и прочей ереси а нужно ли восстанавливать те адреса страниц на которые ведут жирные ссылки или с них редирект делать если ты там реально что-то жирное то можно либо заредирект идеально восстановить урл не идеально заредирект заредирект на тематичную статью совсем не идеально заредирект на морду это кстати один из футпринтов когда всякие 404 и прочие на пи-бенке ведут на морду тоже очень легко так вычисляются и соответственно нужно чтобы не было футпринта делать уникальные редирект как-никак и это такая работа сложная вот и не идеально когда на морду вроде ответил да ну да лучше восстанавливать лучше восстанавливать ты сказал что вы не продаете ссылки с ваших сеток а вообще на твой взгляд сейчас продажа ссылок с сайтов дело стоящее доходное или деньги лучше поискать где-то в другом месте да что-то вот я думал у меня есть своя собственно сектор travel сделанная под один из наших проектов я подумал ну надо ее окупать а то я там трачу деньги там на доменчики на хостинг а хочется со всего получать профит и у меня так получилось что у меня есть пара знакомых у которых есть проекты travel тематик и я что-то пришел спросил а сколько за это сейчас платят я замечу я замечу это не подру рынок это сетка сделанная что-то я так подумал из-за этого из-за этих денег загрязнять свою сеточку да лучше я их продолжу платить из своего кармана вот то есть не очень-то экономически целесообразно а я помню как 10 лет назад люди создавали сетки сайтов как раз под продажу я тоже этим в свое время занимался да я тоже этим занимался заспамленные сайты были по самые помидоры у меня наверное не было ни одной страницы без внешних ссылок а что добро-то пропадать да 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 сапа наши все это было прекрасное время нагенерируешь контент и в сапе денег зарабатываешь ну прекрасно же прекрасно а еще сапитами себе тиц поднимешь и у тебя покупают все охотненько ну великолепие я кстати из тех странных людей которых наверное почти нет или может быть и один такой который ни разу не продал и не купил ни одну ссылку в сапе ну конкретно в сапе как-то не сложилось у меня не получилось там что-то зарегистрироваться в свое время я что-то рукой махнул ну нафиг я вот пользовался Миролинкс и ГГЛ и там и покупал и продавал все как-то вот сапой у меня не сложилось почему-то ну у каждого свой путь мы с тобой общаемся уже час и время твое как руководителя агентства стоит дорого давай будем плавно закругляться и скажи пожалуйста о чем мы не поговорили а стоило бы поговорить применительно к ПБНкам а мы с тобой так много проговорили это было так живо что теперь бы восстановить этот разговор автоматизация автоматизация о чем стоит поговорить да вы же сильны в автоматизации раньше же вы еще накручивали ПФ и не знаю крутите ли сейчас так что да делись опытом автоматизации ну по ПФ это отдельное агентство у меня было сделано с Димой Ивановым и ПФ мы сейчас не крутим можно сказать так точнее я кручу но для своих личных проектов а вот в агентстве как Антим они никогда не продавались потому что я был слишком аффилирован с крутим и меня же даже запретили на всех конфах где в оргах есть Яндекс я попал в черные списки и после этого я принял решение о том что ну там в Антиме никогда нельзя крутить потому что если вдруг что то ну это как раз про паранойю и пристальный взгляд я понимаю о том что я слишком мелок чтобы за мной следили но лучше перестраховаться вот но с ПБН у нас действительно очень много автоматизаций и автоматизация кстати не благодаря мне от слова совсем это как раз вот о сотрудниках о том как классно когда у тебя в команде есть хорошие спецы и ПБН у меня решил заняться один из наших топовых сеошников это Дима Федосеев Дима очень любит питончик очень любит вообще копаться в данных и как раз он занялся этим направлением максимально активно и все что я могу сказать если вы агентство то без автоматизации в ПБН вообще не идите потому что потому что вы денег не заработаете это слишком дорого получится для вас и вот эта вот маржинальность она будет настолько низкая что шиндец если вы делаете для себя и планируете сделать 30-50 ПБН ну может сотку тоже в автоматизацию вообще не идите потому что вам дешевле как итог будет сделать это все руками потому что там серверные мощности написания кода и так далее это будет для вас ну слишком дорого поэтому автоматизация нужна тем кто собирается ну условно там на постоянной основе поднимать ПБН и он понимает о том что там ну в условной в условном времени года ты точно поднимешь там больше сотки может быть больше двухста и так далее ну это реально максимально важно понимать экономическую целесообразность потому что из чего складывается вообще автоматизация из чего у нас пошла автоматизация да я расскажу началась она с аукционов в первую очередь потому что хочется покупать жирные домены на аукционах и мы запилили ДБ ПБН сначала в виде базы данных потом поняли о том что джуны ну точнее Дима для себя он начал строить дропы и он просто на питоне написал скрипты собрал все данные и была база данных мускуля ну а дальше нужно это передавать а у нас джуны понимаешь и пускать джунов в базу данных мускуля в интерфейс пых-пых админа да ну это такое себе это застрелиться они такие сидят ничего там не понимают я такой давай припилим интерфейс припилили интерфейс получился ДБ ПБН и как бы мы сидим на доменах запилили ДБ ПБН пришли клиенты и вроде как все классно но понимаешь аукционы в ружке на сегодняшний день перегреты там вот мы недавно выпускали статью где мы вообще оценивали кто выкупает доменчики жирные оказались что это казиношники ну оказались это и так всем было понятно какое неожиданное открытие хотелось же проверить мы проверили казиношники мы поняли то что дальше в этом копаться ну редко получается купить что-то такое в чем нам что нам интересно выкупить то есть перебивают ставками просто а так как мы подходим с экономической точки зрения и вот как я тебе рассказывал про ссылки да сколько стоит одна ссылка и так далее мы не покупаем когда переходит определенный порог потому что это экономически невыгодно и мы начали парсить мы начали парсить 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 очень много парсить мы реально много парсим и для парсинга ну оказались нужны сервера база данных там опять же тот же самый интерфейс чтобы работать с этой базой данных но тут мы уже не стали пилить как бы прям такую админку я не знаю знаешь ли что такое суперсет апача суперсет нет сталкивался нет это визуализация данных из базы данных поудобнее чем пых пых май админ где если ты настроишь определенные дешборды ей пользоваться сможет и джун и вот это вот нам дало реальный профит после того как мы начали находить домены стал вопрос автоматизации например поднятия тех же ворпрессов понятно что если ты заходишь на какой-нибудь шаред хостинг типа бегета там есть одной кнопочку установить ворпресс но потом ты идешь качаешь какую-то темку устанавливаешь необходимые плагины короче это геморрой наш сисадмин взял написал скриптик который я сейчас возьму телефон я тебе прочитаю эти слова ладно потому что секунду на днях просто об этом разговаривали и он писал мне в очередной раз как это сделано я ничего не понял потому что мы там какую-то автоматизацию еще допили он взял некий дженкинс на нем запускает ансибл плейбук который по шагам выполняет создание нужных папок копирование нужных плагинов настройку бд запуск впкли и так далее и туда возможно добавить еще сто пятьсот шагов это мне нужно было добавить еще один шаг для определенной аналитики вот звучит как нечто на очень сложном языке ну да ну и короче сейчас примерно установка вордпресса выглядит так контент менеджер заходит выбирает хостинг на который нужно разместить да то есть ну единственное сэсадмин предварительно делает настройки этого хостинга там для определенного клиента для контент менеджера доступен только определенный клиент ну и так далее и он такой нужно разместить ссылки для макса хостинг макса установить вордпресс там огромный список тем установить тему плагины install 30 секунд install произведен все записано во все базы данных не сделано какой-то отдельной админки для того чтобы прямо из одного места тексты фигачить это хочется сделать но до этого еще не дошли руки соответственно дальше идет вордпресс написаны регламенты как создать классный текст как сделать оформление этой вордпресс и понятно то что если ты или я зайдем мы поймем о том что это вордпресс это пбн ну блин это не идеальный там вылизанный сайт там нет никаких чудес это как-никак стандартизация автоматизация и так далее тут нужно понимать о том что если ты делаешь это все сам самостоятельно руками у тебя получится скорее всего качество лучше чем у агентства агентство дает классное усредненное качество ну если говорить откровенно агентство редкое агентство дает какой-то вау-эффект это тоже нужно понимать просто хорошее усредненное качество соответственно контентчик идет дальше по готовым промтам для open eye фигачит тексты делает картинки размещает все а дальше все это нужно контролить встает вопрос но благодаря тому что у нас вот сделано вот этот вот автоинстал у нас есть одна единая база данных ну точнее мы можем как раз добавлять шаг в единую базу данных и благодаря этому мы запилили дашбордик на локер студия в котором видна информация то есть локер студия база данных мускули плюс обычная гугл таблицка где у нас есть клиент количество доменов которые мы ему должны сдать даты когда мы это должны сдать и у нас ребята из отдела пбн заходят и видят то что вот клиент макс к такому-то числу нужно там двадцатку доменов значит нужно по нему ускориться это все на одном дашборде дальше они видят на этом же дашборде для него поднято 30 сайтов на каждом сайте какое количество статей размещено когда была последняя публикация это к тому то что пбнки по-хорошему еще бы поддерживать на самом деле для агентства это до продажи услуг то есть ты приходишь к клиенту и говоришь у тебя три месяца назад была последняя статья на пбнке давай еще пяток разместим и одну ссылочку навесим и ты нам за это заплатишь еще это до продажи которые куча пбнщиков не делается но это до продажи не во зло это до продажи еще для кайфа клиента для этого нужна автоматизация ты должен знать когда блин у клиента на каком сайте была последний раз размещена статья а помнить бесподобного дашборда об этом невозможно а также клиентам нужно знать откуда ссылочная ведет большинство ведет какие-то excel файлики еще что-то а мы мы же знаем адреса сайтов мы умеем работать с аппарсером мы постоянно все парсим у нас есть прямой доступ к базе данных этих вордпрессов мы забираем данные и это кстати не аппарсером делается мы раньше делали аппарсером эти урлы парсеры а сейчас напрямую забираем питоном из базы данных контент статьи и у нас там отдельный дашборд по анкорам которые стоят с какого урла на какой урл стоит какие анкоры и это все можно единожды выгрузить не идеальная в любом случае схема но это по крайней мере вот прикольно и мне кажется стало заметно меня это заботит потому что мне вот это вот еще интересно я также могу рассказывать о ютубе вот да и вот подобные дашбордики и вот подобная автоматизация когда ты работы которые занимают кучу времени автоматизировал и привел вот к такому виду это прикольно это прям заводит нравится вот на этой оптимистичной ноте предлагаю завершить сегодняшнее наше общение надеюсь что не последнее будет нам еще о чем-нибудь поговорить поговорим обязательно Александр большое спасибо дай какое-нибудь наставление начинающим пбнщикам ну давай начнем с того что спасибо тебе Макс за то что пригласил было интересно я опять вспомнил что меня заводят я опять порадовался то что есть те вещи которые мне нравятся и от которых прям кайфуешь начинающим пбнщикам я могу посоветовать только одно найдите своего клиента и делайте качественно и тогда у вас будет просто супер успех и на первых порах не думайте об автоматизации потому что я конечно то что вот нарассказывал это все классно но во первых если вы один у вас себестоимость все-таки пониже чем у меня да потому что у меня же еще штат это нужно не забывать и в этом случае нужна автоматизация а когда ты работаешь один у тебя себестоимость сильно сильно ниже поэтому не бойтесь этих страшных слов просто делайте и у всех все получится да пребудет с вами ссылочная сила и сила спасибо и всем пока-пока пока пока пока